Привет, друзья! С вами Сникер Хейтер, и в этом долгожданном выпуске почти три года спустя мы возвращаемся к 16-унцовым джинсам Red Tornado, которые были куплены в подарок моему другу Олегу, который, в свою очередь, вполне талантливо справился с поставленной задачей носить их как можно чаще и по возможности беспощадно уничтожить. Напомню, что модель называется 511XXDFIS309, ну и вы, конечно, сразу можете забывать эту ненужную информацию, поскольку, как обычно в описании видео, вас ждут прямые ссылки на официальный магазин производителя. Так что переходите по ссылкам и покупайте классный деним за абсолютно адекватные деньги. Итак, прошло без малого три года, но с вашего позволения недостающие пару месяцев я буду округлять в сторону круглого числа, просто потому что, сами понимаете, все-таки 16-унцовые штаны, естественно, их не так активно носили летом, зато их максимально активно носили с сентября по май. Так что это небольшое округление совсем не влияет на смысл. За то, что гораздо важнее и интереснее, условия носки этих штанов были местами откровенно экстремальные, поскольку Олег по профессии реставратор антиквариата и специализируется на металлах. А значит, вас ждут в том числе и следы от всяких кислот на этих штанах. Немножко нам помогут в этом обзоре точно такие же джинсы новые. Итак, погнали. Начнем, как обычно, сзади. Задние карманы потерлись у нас достаточно живописно. Единственное, что, конечно же, вот то, о чем мы сегодня будем говорить, весь вот этот вот обзор, он больше будет не про какой-то художественный фейдинг, потому что джинсы все-таки стирали в стиралке, а скорее про какие-то утилитарные свойства штанов, и что с ними происходит, если их тупо носить на каждоднев, и не заморачиваться с ручными стирками и прочими приключениями. Так вот, при всем при этом, обратите внимание, вот таким образом вытерлись задние карманы. Отлично видно шов, по которому внутри пришит жаккардовый кусок. Вот здесь вот так это смотрится. Верхняя грань протерта достаточно равномерно, потому что, напоминаю, здесь между верхними стежками отсутствует какой-либо валик. Минимальное какое-то нарушение структуры денима видно только вот здесь вот совсем на краешке. Для трех лет хардкора это прям слишком мало. В целом же, вот такой вот патч. Кстати, патч стал в сто раз интереснее, чем он был на новых джинсах. На новых джинсах он откровенно никого впечатления не производил. На старых он же стал таким, возможно, даже не знаю, как назвать этот цвет. Он вроде бы красный, но с таким пурпурным оттенком. Очень интересно все это смотрится. Очень классный цвет. Просто для сравнения, посмотрите на новый патч. Ну, вообще ни о чем, тоска. Скучно. Было ради чего поносить их три года. Шлевки задние. Вот таким вот образом выглядят. Они с валиками, жирными, классными валиками. По задней, собственно, центральной шлевке. Отлично видно, насколько она выбелена. Сверху даже начинается какое-то нарушение структуры денима. Начинает он потихонечку-потихонечку прорываться. Что вполне классно. Давно пора. Итак, сзади все это выглядит вот таким образом. В принципе, для машинной стирки достаточно симпатично. По низу штанины. Тут у нас как раз единственные, ну, можно сказать... О, да, кстати. Вполне-вполне такие сквозные дырки. Наконец-то. Которые появились достаточно быстро. Ну, в течение первого года. На вот этом вот подвороте. Они вызваны тем, что постоянно, дружище мой, катается то на каком-то гироскутере, то еще на чем-то, где постоянно-постоянно ноги трутся. О, центральную часть этого средства передвижения. И все это достаточно оперативно было протерто. Но, собственно, такие у него и были задачи. Не беречь ни в коем случае, а по хардкору все тереть. Поэтому здесь никаких сюрпризов. Ну, естественно, все это всегда носилось вот таким вот образом подвернутым. Такой вот нарядный, симпатичный селвидж. Кстати, стал гораздо благороднее смотреться. Роппинг, контрастный, классный, живописный. Но поскольку они всегда подвернуты, соответственно, ну, только совсем немножко он потерся здесь. То есть он красивый, контрастный, но не протертый. Внутренняя часть, пожалуйста, о чем я и говорю от гироскутера. Все вот это вот дело. Моноколеса от этого. Да, правильно называется эта фигня. Моноколесо точно. Все вот это вот дело протерто. Кстати, совершенно не повлияло в итоге на целостность шва. Ничего не развалилось, ничего не разрушено. Просто протерто естественным абсолютно путем. Деним оказался очень устойчивый к истиранию. Вот здесь чуть-чуть потерся. Тоже в этом же месте. Это как раз внутренняя сторона. То как раз чем на моноколесе все это дело и трется. Вот центральную часть изделия. Цепной шов слегка протерт, но опять же ни на что не повлияло, ничего не стало прорываться. Таким вот образом выглядит все вот это. Сейчас найдем, где задняя часть. Это перед. Соответственно, вот это зад. Одна штанина. И вторая. Честно говоря, час назад вот эти вот стеки мне казались более контрастными. Сейчас почему-то они не выглядят такими контрастными. Бывает, бывает. Вот здесь так как-то хотя бы более-менее их видно, заметно. Но опять же не сказать, чтобы этого сильно много. В итоге из реально естественного урона мы видим только протертые штаны на подворотах. Вполне предсказуемая история. Без сюрпризов. Поднимаемся выше. И тут у нас самое забавное. Это колени Олега. Вот так вот они выглядят. И в данном случае это, конечно, не естественный износ. А это поработала кислота. Что на этом колене, что на правом колене. Но, что мне особенно понравилось. То, что кислота тупо прожгла дырки. Но при этом сам деним не начал рваться дальше. То есть вот в таком виде они уже, наверное, с первого лета. Может быть с первой осени. Ну, то есть год всего-навсего прошел. На тот момент уже эти дырки были. И с того времени деним не разрывается. То есть он хоть и прожжен кислотой как-то локально. Но он не потерял свою прочность. Не превратился в труху. И не стал вот просто, когда человек приседает. Там, я не знаю, шнурки завязать или еще чего-то сделать. Сюда как раз попадает колено. И все это стремится порваться. Но нет. Прочности денима хватает. В этом плане очень классно. И действительно мое почтение. Отличный качественный деним. Погнали выше. Ну, вот передняя часть ноги протерта достаточно сильно. Тут есть какие-то неотстирываемые пятна. Ну, совсем мелкие. Я думал, будет сто раз хуже. Какие-то следы, намеки на вискеры. Горизонтальные, пожалуйста. Все на месте. Какого-то выраженного верит фейда не намечается. Сейчас посмотрим с другой стороны. Вдруг что-то есть у Олега. Видимо, ничего он в левом кармане особенно не носил. Кстати, сами карманы тоже симпатично потерлись. И обратите внимание, жаккард только-только, только вот сейчас, через три года, начинает хоть немного протираться жаккард. А так все на месте, все окей. Карманы не порваны за три года. А мотивация не жалеть эти штаны у Олега была хорошая, потому что я сказал ясно. Пока эти не уничтожишь, новые не дам. Наврал, конечно, как обычно. Дал, естественно. На правом кармане точно так же каких-то выраженных следов верит фейды незаметно. Усы, возможно, чуть более контрастно видны. В принципе, мне вообще нравится, как фейдят эти штаны. Очень, по-моему, приятно и живописно. Вот так вот выглядит карман. Да, и как ни странно, правый карман даже меньше, чем левый протерт. Забавно. Левшой Олег вроде никогда не был. Симпатично постарели, на мой взгляд, заклепки. Появилась такая интересная патина. Постепенно, постепенно стерлось частично покрытие гальваническое, которым они покрыты. Но не полностью, а именно частично. Смотрится не колхозно, а вполне-вполне благородно. Так вот выглядит коин-покет. Селведж никуда не делся. Вот такой вот фейдинг. Так выглядит то, что должно быть ханикомбами. На мой взгляд, достаточно контрастно. Но, опять же, машинная стирка, ничего не поделаешь. Стиралась бы вручную, было бы более контрастно. Что у нас по боковому шву. Не могу сказать, что какие-то ярко выраженные трейн-треки. Какой-то намек есть, но разве что намек. Такие вот симпатичные усы от колена. В целом, на мой взгляд, вполне живописно смотрится. Я, конечно же, все это сфотографирую и на обладателей этих штанов. И, возможно, как-то отдельно плоско разложу и сфотографирую на какой-то поверхности их целиком. Чтобы было видно, как они на самом деле стареют. Но уже не частично, а полностью. Так что не забывайте подписываться на мои социальные сети. Таким образом, все это выглядит внутри. Как ни странно, я очень удивлен, честно говоря. Я ожидал, что Олег уничтожит просто к чертям все эти жаккардовые карманы. А они реально как новые. Ну да, они не офигеть какие чистые. Но, как бы, привычки, опять же, владельца. Он ими действительно достаточно активно пользуется. Видимо, не от всего все это дело отстирывается. Но, опять же, профессия. Но при всем при этом, что один карман, что другой. Выглядит просто замечательно. Здесь только небольшое пятно, но, опять же, пофигу. Что-то там лежало. Таким вот образом выглядят заклепки. Тоже что-то начало патинироваться. Что-то просто полирнулось за все это время. Гульфик полностью цел. Да вообще здесь, на самом деле, что-то все очень сильно цело. Пожалуйста, задние карманы. Все на месте. Ни малейшего следа какого-то отрыва. Хоть здесь и не на заклепках. Задние карманы зафиксированы. А просто прошиты. Тем не менее, ни малейшего следа, намека на то, чтобы хоть что-то отрывалось. Все отлично выглядит. В промежности тоже полнейший порядок. Не протерта нитка. И проверял много раз на яркое солнце. Вообще не нарушена структура денима. Но сами все знаем, что первым делом протираются у нас джинсы, ну, когда естественный износ денима. Вот в промежности. Здесь вообще, что здесь, что здесь абсолютно одинаковый деним. То есть, он реально очень стойкий, очень износостойкий. Отлично он живет. Итак, просто для сравнения. Посмотрите, как выглядели заклепки на новых джинсах. Как они выглядят на джинсах после трех лет. Кстати, в принципе, как отличается цвет денима через три года. Кстати, он немножко поменялся у новых, потому что они перестали их стирать. Теперь они продаются в чуть более жестком виде, не стиранными. Раньше Торнадо продавали эту модель постоянно уже ванвош. Можно сравнить низ штанины по оттенку. Новую и старую. Можно подвернуть. и сравнить, посмотреть. Да, насколько заметно, кстати, выбелилась уточная нить. Обратите внимание, вот новые штаны и старые. На старых выбелилась достаточно заметно. Здесь она больше такой бежевой слоновой кости. Тут же она выбелена достаточно сильно. Вот таким вот образом. Селведж на старых значительно более увлекательно и привлекательно смотрится. Итак, все вот это вот за три года произошло с джинсами, которые практически не снимая носились в любую погоду, которая была ниже где-то 20-17 градусов. Просто постоянно носились по хардкорам. И все это китайские джинсы за 6,5 тысяч рублей на данный момент. Три года назад они, кстати, стоили незначительно дешевле. Про это, собственно, и задумывался обзор. Про то, как они живут в хардкорных жестких условиях каждодневного в них нелегкого труда. И насколько они действительно утилитарно хороши. Потому что, конечно же, для того, чтобы все это значительно более живописно фейдило, следует отказаться от стиральной машинки. Но пока я на такие жертвы Олега не подписал. Может быть, со следующими штанами когда-нибудь. Итак, кому могу их рекомендовать? Да тупо всем. очень универсальный фит. Они, кстати, есть у меня на фотках. Олег как раз есть в них в инстаграме, пока они еще были новыми. А также на фотках после первого года носки. Видно, что сидят они прекрасно. И это действительно очень универсальный фит, который прям почти всем подходит. Если с соусами есть какие-то там вопросы, что-то кому-то подходит, что-то кому-то меньше подходит, то с Red Tornado это действительно очень классическая штука, универсальная совсем. Деним отличный и очень надежный. Опять же, если вы цените в Дениме то, чтобы он действительно долго жил, а не рассыпался через буквально там считанные недели, чтобы не разваливалась струху и нитка, как на моих Japan Blue, например, через пару недель носки. И вот если эти приключения вам не интересны, а вам нужны джинсы, которые действительно долго и надежно живут, то вот, пожалуйста, отличный вариант просто за халяву. 6,5 тысяч рублей на данный момент, но это вообще смешно. Опять же, что важно, здесь действительно честные настоящие 16 унций, это реально плотный Деним, который после пары стирок становится уже вот, ну, видно, что они все равно только что постиранные, понятное дело, когда их поносить они будут мягче, но видно уже даже на видео, что Деним мягкий, это не картон. Они действительно очень мягкие и удобные. Я считаю, что по соотношению цена-качество, ну, они очень близко подошли к совершенству в самом деле. Мне просто сложно придумать какие-то джинсы, которые в такую же цену предоставили бы столько же потребительских каких-то утилитарных характеристик. И в то же время они, мягко говоря, не безнадежны относительно фейдинга. Но действительно для машины стирки смотрятся они очень привлекательно. Где-то вот здесь в конце видео попадется вам плашка, если кликнуть на которую YouTube покажет вам обзор на именно эти джинсы новые. Там будет значительно подробнее про них, про их фит и так далее, и так далее. В этом выпуске мы все-таки говорим про то, что с ними стало. И про влияние времени, а не про саму модель целиком. Вот такие дела. Расскажите, пожалуйста, в комментариях, интересен ли вам вообще такой формат, где я рассказываю про то, что случилось с джинсами через время, во что они превратились, как они стареют. Очень интересно ваше мнение. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, переходите по ссылкам в описании видео и покупайте классный деним и одежду за абсолютно адекватные деньги. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях. Всем и всегда стараюсь оперативно ответить. Не забывайте подписываться на мои социальные сети, в частности, Инстаграм, если, конечно, в вашей стране можно пользоваться Инстаграмом. Поскольку в соответствии с действующими законами то, что вы сейчас увидели, является рекламой, я еще раз предупреждаю вас, что это реклама. Берегите себя и своих близких в это непростое время. Спасибо вам за внимание. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok